Было сыграно четыре матча. В первом футболисты шахты управления Рубана достаточно уверенно выиграли у коллег с шахтой имени Кировом со счётом 6-1. Столь крупный итоговый счёт вовсе не говорит, что игра была только в одни ворота. Кировцы не думали лишь отбиваться от атак соперника. Их ответные действия также были и интересны, и опасны, но порой просто не везло. А в других случаях был непробиваем вратарь соперников Владимир Кожекин. А вот атаки рубановцев были и результативны, и эффектны. Наиболее упорным получился поединок между игроками спецналадки и разрез управления из группы команд, входящих в первую лигу. Соперники поочерёдно забивали друг другу, но итоговым стал счёт 5-3 в пользу спецналадки. Неожиданными для многих разворачивались события в матче двух претендентов на ведущие места высшей лиги. Футболисты шахты управления Рубана сыграли довольно успешно вторым номером, отвечая на прессинг комсомольцев острыми контратаками в первом тайме. Тому подтверждением говорит сам счёт. Хозяева поля по ходу игры проигрывали даже по футбольному крупно – 0-3. И всё-таки уже после короткого перерыва ребята из команды шахты управления «Комсомолец» переломили сценарий встречи. Рубановцы, добившись значительного перевеса в первом тайме, устремились развить успех и за это и поплатились. Теперь уже игроки-комсомолки провели несколько острых, а главное – результативных контровыпадов. И смогли не только отыграться, но и повести в счёте. А итоговый результат – 6-3. И после этой важной победы футболисты шахты управления «Комсомолец» с девятью очками возглавляют турнирную таблицу. На второй строке – УПИР с тем же багажом очков. И замыкают призовую тройку футболисты шахты управления «Рубана». Но первенство ещё не закончено, и основная борьба ещё впереди. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ